МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конец сентября в этом году оказался холодным и дождливым. На оперативном совещании в Пинском горисполкоме было решено включить отопление в городских объектах социальной сферы досрочно. В первую очередь для детских садов и школ. 1 октября исполняющий обязанности председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов подписал распоряжение о начале отопительного периода. Итак, отопительный сезон 2018-2019 года практически начался. Качество его проведения напрямую зависит от работы коллектива пинских тепловых сетей. Что сделано для того, чтобы сложное оборудование работало в штатном режиме и в домах горожан было тепло и уютно. На календаре октябрь и подготовка к осенне-зимнему периоду вышла на финишную прямую. Сегодня можно смело говорить о том, что филиал Пинские тепловые сети республиканского унитарного предприятия Брестэнерго практически завершает все подготовительные, профилактические и ремонтные работы для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в предстоящий период. В период подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду нашим коллективам проделана огромная работа. Проведены гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. Выполнен текущий ремонт тепловых сетей в полном объеме, даже немножко с превышением. При плане 1318 метров фактически было выполнено 1420. Проведена реконструкция тепловых сетей по улице Калина-Ваюйной, это порядка одного километра. И уже мы закончили работы по улице ИПД. Сети поставлены под циркуляцию и люди с водой. Сегодня занимаемся засыпкой и благоустройством данной территории. Все затраты на ремонт основного и вспомогательного оборудования тепловых сетей у нас более трех миллионов белорусских рублей составили. Реконструкция тепловых сетей на улице Иркутско-Пинской дивизии, так же, как и на других участках, учитывая объемы работ, проведена в оптимальные сроки. Благодаря ей энергетики получат результат по качеству теплоснабжения и экономии тепла. Смысл этой реконструкции, то, что были заменены трубы, старые трубы мы достали, положили новая передезолированная труба. Срок этой трубы в два раза больше, чем обыкновенной черной трубы, и тепловые потери намного меньше в этой трубе. Соответственно, будет долговечность и с наименьшими тепловыми потерями. Как всегда, по окончании замены теплосетей проводится благоустройство. Энергетики оставляют после себя территорию ухоженной и безопасной для движения транспорта и людей. К чести энергетиков, реконструкция велась по технологии, которая доставляла минимум неудобств потребителям, жителям близлежащих домов. Работы производились так, чтобы чем меньше отключалось домов, на данный момент это общежитие, весь этот участок отключался, общежитие мы запитали с другой ветки, и район, конец ИПД был тоже включен, там теплоснабжение не нарушалось. Здесь, а работы производились только на этом куске, попало под отключение самое наименьшее количество абонентов. До конца месяца, соответственно, мы должны здесь все работы закончить и навести полный порядок. И еще один важный объект, который потребовал принятия экстренных решений и оперативных мер – модернизация тепломагистрали по улицам Парковая и Первомайская. Как известно, в декабре прошлого года на этом участке проводились аварийно-восстановительные работы по ликвидации повреждения трубопровода. В результате вскрытия канала было обнаружено, что тепловая сеть находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Объем там работы в принципе небольшой, но немножко сложный, в связи с тем, что перекресток, магазины, аптеки, банки. Поэтому я заранее прошу извинения у жителей и гостей города Пинска за те неудобства, которые мы сегодня проводим в своей работе. Руководство пинских тепловых сетей, так же, как и специалисты, прекрасно понимает, что это самый важный участок работы. Сегодня все внимание этому объекту. Модернизация сети по улице Первомайская и Парковой, она не стояла в нашей программе, в этой программе 2018 год. Но в связи с вышедшими, выявленными повреждениями в данной сети, нами было принято решение о срочной замене данной теплотрассе. В связи с чем в этом году она была включена в известную программу, проведены все процедуры выбора подрядной организации, выполнены проектные работы, получена положительная экспертиза. И сегодня эти работы начаты нашим подрядчикам по МК-28. Работы здесь пока не завершены, но идут полным ходом и находятся под жестким контролем. На данный момент мы находимся на объекте модернизации тепловой сети по улице Первомайской. Ее неудовлетворительное состояние было обнаружено во время аварийно-восстановительных работ, которые были в декабре месяце. Было принято решение в марте месяце включения данного объекта в инвестиционную программу. Нам предстоит заменить 330 метров однотрубном исчислении. Потребители на данный момент запитаны. Теплоснабжение не нарушалось. Пока ведется монтаж предизолированных труб. Жильцы не отключены от горячего теплоснабжения. Но при монтаже этих труб жильцы, конечно, почувствуют некоторые неудобства, но на кратчайшее время. Учитывая все сложности и обстоятельства, теплоэнергетики постараются сделать все возможное, чтобы потребители, а это жители нескольких многоэтажных домов, как можно меньше ощутили на себе кратковременное отключение теплоносителей, что связано с производственной технологией замены теплотрассы. Сегодня данные работы ведутся без отключения теплоносителя. Все люди у нас с горячей водой, да, но у нас предстоит небольшой период промежуток времени, где часть, где-то порядка шести домов по улице Первомайской и два по Парковой будут находиться без горячей воды. Я надеюсь, что вместе с подрядчиком мы это минимизируем сроки и до начала отопительного периода все будут с теплом и с горячей водой. И еще одна важная производственная задача, которая рассматривалась на этапе подготовки, разработаны, согласованы и утверждены температурные графики работы тепловых сетей в отопительный период. Наряду с другими в него включены и мероприятия, обеспечивающие перевод административных и производственных помещений в выходные и праздничные дни в режим экономного использования тепловой энергии. Другие важные моменты. В обязательном порядке проверены агрегаты, насосы, электрогенераторы, компрессоры, которые находятся в рабочем состоянии. В филиале подготовлено мазутное и железнодорожное хозяйство. Обеспечена готовность систем пожарной автоматики, противопожарного водоснабжения, отопления и электрооборудования объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей. В жилищном фонде города в межотопительный период проведен профилактический ремонт центральных тепловых узлов. На баланс пинских тепловых сетей принято в прошлом году у нас 75 ЦТП. ЦТП это у нас на данный момент центральный распределительный пункт, в котором теплоноситель распределяется на дома и соответственно подогревается горячая вода. Стоит подогреватель, стоят циркуляционные насосы, которые дают людям горячую воду. На этом ЦТП мы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-19 заменено все оборудование, смонтированы новые трубы, новая тепловая изоляция, заменены все насосы, все подогреватели. Таких ЦТП у нас в принципе в городе мы за осенне-зимний период сделали в районе 10 штук. Замена всего оборудования остальных теплопунктов такими же темпами запланирована на последующие годы. И таким образом все теплоснабжение города будет переведено на новое оборудование. Соответственно, это нам дает, что надежность оборудования прежде всего, меньше отключений, меньше жалоб граждан на некачественное отопление и горячую воду. Председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис нацелил на включение отопления в максимально сжатые сроки при условии дальнейшего понижения температуры наружного воздуха. Подключение потребителей к теплоисточникам производится в несколько этапов. В детских садах и школах, больницах и других социальных учреждениях тепло уже поступает. Когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней снизится до 8 градусов, отопление начнут включать в жилом фонде. В последнюю очередь батареи потеплеют в административных и производственных помещениях. В понедельник в Брестском облсполкоме подписано распоряжение на включение социального сектора. И у нас сегодня вторник, сегодня начинаем включать детские сады, школы, учебные заведения, больницы. С сегодняшнего дня началась подача теплоснабжения в социальной сфере. Вторая очередь у нас будет жилой сектор, но пока еще на улице температура среднесуточная выше 8 градусов, поэтому когда будет ниже 8 градусов среднесуточная температура на протяжении пяти суток, начнется подключение жилого фонда. При дневных температурах наружного воздуха свыше плюс 10 градусов поставщикам тепла разрешено применять режим протапливания. Осенне-зимний период для коллектива филиала «Пинские тепловые сети» всегда время особого спроса и проверки на профессионализм. У предприятия свой высокий имидж и коллектив не намерен снижать высокую планку доверия. Они готовы держать серьезный экзамен и сделали для этого все, чтобы зимой мы не чувствовали в домах зимней стужи, а предприятия и учреждения работали в комфортных условиях. В межотопительный период наш коллектив филиала проделал масштабную работу по подготовке теплоисточников и теплосетей к работе в осенне-зимний период. Мы понимаем всю важность и ответственность и хочу заверить всех жителей города, что «Пинские тепловые сети» готовы к работе в штатном режиме, чтобы в домах гаражом было тепло и уютно.